Стратегический нефтяной резерв это, возможно, самый ценный актив в распоряжении правительства, что вызывает беспокойство, учитывая, что сейчас он на самом низком уровне за 40 лет. А это так, потому что администрация Байдена отправляла эту нефть в другие страны, включая Китай. Администрация также выпускала нефть для подавления роста цен на бензин, вызванного инфляцией из-за их собственной политики. Это огромная проблема. Еще раз, это твердый актив, принадлежащий правительству США. В отличие от доллара, он не обесценится, так что его нужно пополнить. Но у нас нет возможности. Мы не можем, потому что больше не добываем столько нефти. И саудиты, похоже, не бросаются спасать нас, как было много раз в прошлом, потому что администрация Байдена их полностью оттолкнула. Саудовская Аравия заявляет, что собирается сократить добычу на 500 тысяч баррелей в день. Байдена спросили об этом. Ничего страшного, сказал он. Господин президент! Господин президент! Господин президент, про ОПЕК! Есть ли у вас какие-либо комментарии по сокращению добычи нефти, сэр? ОПЕК? Про ОПЕК! Будет не так плохо, как вы думаете. Брайан Брэнберг, соведущий шоу «Большие деньги» на Фокс Бизнес, он присоединяется к нам обсудить этот сюжет. Брайан, спасибо, что пришел. Это одна из тех историй, что люди, похоже, упускают из вида, но имеющие большое значение. Стратегический нефтяной резерв, думаю, самое ценное, что у нас есть. Как думаешь, что стоит за тем, что саудиты не наращивают добычу, как раньше? Но администрация Байдена сделала две вещи. С одной стороны, они оттолкнули Саудовскую Аравию, но еще хуже, они передали Саудовской Аравии все рычаги. Саудовская Аравия распоряжается ценами на нефть, раньше мы это делали. Три года назад мы решали, какой будет цена нефти на мировом рынке, но так было раньше, теперь Саудовская Аравия решает. Так что мы застряли. А администрация Байдена тем временем истощила наши стратегические запасы нефтепродуктов. Мы не можем воспользоваться ими. Хотя у них был шанс пополнить их за последние недели и месяцы, они ничего не предприняли. В конечном итоге, сейчас мы берем то, что Саудовская Аравия готова поставить. Вместо того, чтобы принимать решения, столь необходимые для обеспечения безопасности и процветания людей в Америке, и для перезапуска экономики, мы отказались от этого, Такер. Думаю, два замечания. Первое, те люди, которые решили продать наши стратегические запасы нефти Китаю, где обвинения и приговоры. И второе, почему никто не сказал Байдену, когда он всем говорил, что нам не нужны углеводороды, что на самом деле в мире взрослых у нас должны быть углеводороды и точка. Почему ему не объяснили? Он не нанимал своих советников, Такер, ты это знаешь не хуже меня. В его администрации никто не говорит ему правду об этом. И слушайте, давайте на чистоту. Хотя в преддверии выборов Байден делал вид, что высокие цены на нефть это проблема. Это не так. У него триллионные субсидии, столько он выделяет на зеленую энергетику. Они не работают, если цена на нефть низкая. Так что это идет ему на пользу, способствует его программе. Речь не о вашей цене на заправке. Дело в его повестке. Вот почему он может стоять на трапе и говорить, что все будет не так плохо. Не для него. Это помогает его повестке. Это не помогает вам. Но ваша повестка не его. И именно из этого надо исходить, если хотите понять, что сейчас происходит. Очень быстро. Как вы думаете, американцы готовы к радикальному снижению их личного уровня жизни, которое произойдет в результате? Нет. Думаю, не готовы. И я думаю, администрация Байдена пыталась притормозить процесс за счет, в частности, стратегических запасов. Но дело в том, что обратной дороги нет. Поймите, есть причина, по которой они выделяют триллионные субсидии. Не для того, чтобы дать вам выбор, как жить дальше. Вам придется принять их программу. А если вы не согласны, то вы поплатитесь. Слушайте, проблема больше, чем люди думают. Саудовская Аравия всем заправляет. Америка нет. И не по каким-то естественным причинам. Это из-за политического выбора в этой стране. Вашего президента. Четыре слова. Обращайте внимание на энергетику. Пора бы начать. К тебе не относятся. Брайан, большое спасибо за твой анализ. Благодарю. Не за что. Брайан, большое спасибо за твой анализ.